Здравствуйте, с вами Олег Алабгудвин и мы проходим тренинг по мануальному массажу всей спины, сразу с воздействием на курсосвязочный аппарат. И в данный момент мы переходим конкретно к частному массажу рук. Для этого мы руку будем массировать в трех положениях. В изнутую назад, перпендикулярно практически телу и вверх. Естественно, достаточно быстро смазываем маслом, особенно волосяные участки. Руки. И, как правило, мы начинаем сюда с растиранием. Быстро застираем. Стоим к человеку боку, соответственно, но перпендикулярно к нашему рабочему участку. Сейчас нас интересует плечо и все вот эти мышцы вокруг кармиального отростка. Вот они, отросток это, да? Дентовидные мышцы, которые делятся на три пучка. Раз пучок передний, средний пучок и задний пучок. Который мы отдельно берем и проминаем каждый пучок по отдельности. Потом все вместе. Ну, естественно, растирали тоже. Мы использовали и продольные. Когда руки разворачиваем, вот так и растираем практически нашими перепонками. То есть, это поперечные были и продольные. Если есть у человека какая-то проблемка, то мы эту мышцу можем найти. Она, как правило, натянута. Она толщиной с пальчик. Диана крепится вот тут, к отростку на косточке. Подробно уже по ней проходим. Это бывает болезненно, бывает достаточно жестко. И находим и второе место крепления. Эту мышцу мы можем, ну, во-первых, размять отдельно. Во-вторых, растянуть релизинг. И, в-третьих, промять вот эти точки. Вот нашли полезную точку, да. Нажали на нее на вдохе. Пациенту говорим, давайте вдохном месте. Вдох. И отпустили. Нашли ее другое место крепления. Прожали. И отпустили. Это я просто в демонстрационном режиме показал, да. Мышцы могут быть закреплены разные. Любые, любые здесь. И вот здесь они крепятся. Здесь вот тоже есть такие точки болевые. Отсюда идут сухожилия. Сухожилия этих мышц. Которые тоже нужно не забывать обязательно про мять. После этого руку развернули. И мы можем ее положить. Либо из-за стола широкий, а оставить его на столе, да. Нам придется слишком низко нагибаться. Тогда травмирую нашу спину. Я тоже в спину не травмировать. Можем встать вот в такую позу, да, и чуть-чуть поупражнять еще свою ногу. Растягивая самим себе наши сухожилия. На ты, на стороне ноги. А при этом растягиваем руку пациента и разминаем ее полностью. Начиная с локтя. Если вам неудобно в такой позе стоять, можете сесть рядом с пациентом. И вам очень удобно открывается вот эта часть руки. Соответственно прорабатываем все косточки подробно вокруг локтя. Там где они крепятся. Всю трапециевидную мышцу очень удобно проработать. Не забываем про прием скручивание. Если вам так неудобно или не хочется пачкать свою одежду, можете поставить локоть на стол и положить его руку через свою локоть. Вот у нас гибнет прям раз. Некоторые бывают пациенты, которые руку держат жестко, прям мышцы напрягают, кулаки там сжимают. Вы им помогите, подскажите, расслабь руку, да, похлопать и по ней, чтобы он почувствовал, что ее надо держать полностью расслабленной. Вот. Чем хороша такая поза? Потому что у меня правая половина, в данном случае правая, да, правая половина тела отдыхает. Работает одна рука. Опять же размяли аккуратно вокруг всех косточек. Все приемы наши мы делаем снизу вверх, то есть периферии к центру, в сторону сердца. Ведем кровь и лимфу. Далее уже переходим на предплечье, скручиваем его плотно. Скручиваем очень хороший прием, который дает быстрое расслабление мышц. И заодно, если где-то связки запутались, особенно в локте, да, поменялись местами, их можно вот вытянуть и раскрутить. Теперь поворачиваем руку вверх. Это практически вот болевой прием из боевых искусств. И прожимаем точку. Будем прожимать три точки между нашими пальцами. На ладони. На три на стороне ладони. А с этой стороны мы упираемся в плечо, чтобы оно было вдавлено в стол. И проходим, соответственно, вот эту переднюю точку, да, на мизинец. Мы проходим задний пучок дельтовидных мышц. Среднюю точку берем. Проходим в средний пучок дельтовидных мышц. Между большим и указательным пальцем, между неуказательным и пальцем каланчой продавливаем точку, да, и применяем передний пучок. Это даже можно руку чуть назад загнуть. Ну, насколько у человека позволяет его гибкость. Если человеку больно, соответственно, так не делаем. Если у человека локус постоянно гнется, так выгибается, падает, да, то придерживаем руку своим животом. Придержали и проработали. После этого опускаем мягкую руку на стол. Всю по всей длине продольную эту руку промазали еще раз остатки масла, какие у нас остались на наших собственных руках, да. И теперь визуально делим всю руку пополам по ее оси для того, чтобы отдельно проработать внешние пучки мышц, внутренние пучки мышц, опять же все делаем снизу вверх. Если рука бывает сползает у человека или падает, да, то придерживайте своей ногой возле бокса. Промяли пучки, повибрировали их, растянули эти мышцы, растянули с наружной, латеральной стороны и подошли к кисти. Сейчас будем уже ее более подробно массировать. Поставим палачок, вот этим острием пальцев, на сгиб кисти, вот на нее, да, растираем его вот так, а второй рукой сухожилия, подходящие к запястью, разминаем продольно. Получается, два предположим движения этого в этой плоскости, да, продольно, а это поперечной плоскости. Вот так, надеюсь, вам видно. Можете поближе подойти и посмотреть. После этого кулачками разводим две большие мышцы, которые с одной стороны большой палец держат, а с другой стороны вот мизинец. Отдельно их раздвигаем в стороны, достаточно сильно упираясь. Потом у нас прием такой, как куриная лапка, когда у нас все пальчики расходят в сторону. Очень удобно встает рука между каждым пальцем, да, на перепонки. А большой палец наш встает на сухожилия. И вот мы в противоположной стороны все это раздвигаем, расширяем. Следующий прием, разворачиваем свой корпус и массируем пальцы. Расслабся. Ну, вот у пациента выбит палец, да, большой. Он стал сейчас, да, хрустно сразу стал на место. Вот, с некоторыми пальцами может поаккуратнее, но на самом деле, если выбиты пальцы, наши все движения, они вытягивающие их. Это даже достаточно приятно. Просто поглаживаю руками, ну, пальчиками своими, да, оно легкое. Поэтому, чтобы усилить процесс, мы зажимаем между двумя пальцами, да, и массируем костяшки на своих пальцев его пальцы. В двух проекциях. И перпендикулярно. Можно это делать сразу двумя руками. И не хаотично, так все его пальчики проработали. После этого надо перейти к ладони. Для этого сухожилия мышцы ладонь надо растянуть. Заворачиваем пальцы вот так, чтобы полностью открыть его ладонь. Вот, на себя даже немножко. Как раз растянули. Соответственно, место, где начинаются пальчики, прорабатываем каждый суставчик. Проходим. Проходим большие вот эти вот мышцы. Раздвигая их в стороны, как бы на сердце все время расширить. Здесь также есть акупунктурные точки. Их тоже можно пронажимать быстро. По центру ладони находится точка толстого кишечника. Если она болезненная, то... Болезненная? Да. Соответственно, есть проблемы у человека с толстым кишечником. Ну, вот эта зона, это вообще зона кишечника. Переходим к запястью. Запястье начинаю разминать. И теперь внедряем все запястье своей рукой. Как бы вот за счет того, что мы ее сжимаем, запястье от лучевых косточек, да, ну, немножко вот так вот растягивается. Это, не знаю, на видео может не видно, но это чувствуется, как оно растягивается. Отдельно запястье промяли с двух сторон. И с передней стороны, и с тыльной, да. И теперь берем руку на скручивание. Берем жестко золочевые косточки, а ладонь поворачиваем. Подучка вашего пальца, я опять же продавливаю вот эти вот три точки. Раз, два, три. И скручиваем в другую сторону, также продавливая эти точки. Раз, два, три. Скрутки две есть. Вот под углом, 45 градусов угол, получается, скрутили, да. И вторая скрутка под прямой линией. Далее, просовываю свои пальцы между его пальцами и надавливаю на перепонки, вернее, на косточки рядом с перепонками. Для этого наши пальцы, они чуть-чуть слазят в бок, чтобы захватить его пальцы. Сначала вот в эту сторону. Второй раз мы выворачиваем их в эту сторону. Для того, чтобы при расслаблении мобилизировать, и услышать некоторый хруст. И теперь в другую сторону. Хруста не было, потому что пациент уже размял себе пальцы до этого. В целом, сам факт хруста, это не есть наша сама цель. Может хрустнуть хорошо, не хрустнуло, тоже хорошо. Значит, на данном случае, на данный момент, с этим суставом все нормально. Его вставлять назад не нужно. После этого, мы практически закончили массаж руки и завершающее действие. Что? Гоним лимфы теперь обратно вверх. Для этого перекрыли все сосуды плотным нажатием в кисти. И по всей руке, плотно, но медленно, мы прогоняем лимфу в подмышечную впадину. Второй проход можно сделать кулачком. И увести вот туда за плечо. Третий проход всей своей рукой, своим весом сдавливая, тянем, тянем вверх. Ну, даже еще можно медленнее. Я слишком быстро для демонстрации показываю. Уведем туда. После этого простучали, прошлепали, провибрировали. Практически пациент свободен. Немножко предлагаю еще релакс такую программу сделать. Покрутить для свободы вращения его предплечья и отдельно в этом же направлении плечо. Раскрутили, потянули под 45 градусов вверх относительно оси тела. И оставили руку в прежнем положении, с которого мы начинали данную работу. Ну, на этом прием массажа рук сзади заканчивается. А в следующем видеоролике мы посмотрим, как мы обрабатываем руку, если человек лежит передом к нам. То есть лицом вверх, спиной вниз. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Алабудвин. Редактор субтитров А.Семкин